На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Коротко о главном. Астамур Джопо и его адвокаты Игорь Скнарин и Марина Таня на судебное заседание не явились. Сухумский городской суд перенес заседание на следующую неделю. На территории Сухумской крепости началась летняя практика студентов первого курса исторического факультета АГУ. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» выступил в рамках второго дня международного оперного фестиваля «Опера Вива». Репортаж в рубрике «Амш Ахтес». Начнем с официальной хроники. Президент Аслан Бжания провел рабочую встречу с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями Минобороны России. Во встрече приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, первый замминистра обороны Беслан Цвижба, заместитель начальника главного штаба ВМФ Минобороны России Владимир Зимсков. Обсудили вопрос реализации соглашения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Абхазии. Глава государства особо отметил значение сотрудничества сторон в вопросе обеспечения безопасности республики и укрепления присутствия вооруженных сил Российской Федерации в регионе. С учетом складывающейся международной обстановки военное сотрудничество становится еще более актуальным, отметил Аслан Бжани. Представители Российского Минобороны поблагодарили президента за встречу и оказываемую поддержку в реализации соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия. С учетом интереса в Республике Абхазия. По итогам расширенного заседания Совета общественной палаты 7 июля принято решение рекомендовать парламентскому комитету по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками до рассмотрения соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта территории Республики и порядке его использования на заседании сессии парламента подготовить экспертное заключение в соответствии с законодательством. Речь идет о государственной даче Питсунда. Соответствующее письмо было направлено председателю комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания Алхасу Барциц. Между тем, 7 июля комитет по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками в полном составе, отсутствовал депутат Галуз Трапезанян, на своем расширенном заседании проголосовал за отчуждение госдачи Питсунда в пользу России, поскольку вопросов к самому соглашению у заседающих не возникло. Дальнее соглашение о передаче государственной собственности госдачи Питсунда будет поставлено на голосование ближайшего заседания сессии парламента. В обсуждении приняли участие приглашенные вице-президент Республики Бадра-Гумба, премьер-министр Александр Анква, председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизацией Беслан Кубрава, начальник Государственного правового управления администрации президента Нателла Ломи, уполномоченный по правам человека в Республике Асида Шакрыл, председатель Питсунского городского собрания Мурат Аджба, депутаты собрания и представители общественности Питсунды. Цены на бензин снижены на всех АЗС, кроме Роснефти. Стоимость дизельного топлива осталась прежней, так как его закупочные цены не менялись. Снизив предельные розничные цены, как сообщает Минэкономики, ведомство приняло решение в пользу населения, но в убыток топливных компаний. Глава Минэкономики Кристина Асган обсудила с руководителями топливных компаний и текущее положение дел на рынке нефтепродуктов. Сроки поставок увеличиваются из-за курортного сезона. Запасов пока хватает. Мы приносим извинения за качество видео, скачанного с телеграм-каналов. Отметим, что пресс-служба Минэкономики не посчитала нужным пригласить съемочную группу Абаза ТВ на заседание по столь острому в последние месяцы для нашего общества вопросу. Задача создать более удобные и удобные и удобные и возможно приобретать топливо по более низким ценам. Самая важная задача – это первое, не допустить дефицита, потому что когда произойдет, вопрос цена образования будет вторичен. Проблемы те же самые. Запруднена поставка железнодорожных транспортов по причине того, что перегружено в этом направлении. Мы используем комбинированную схему, чтобы избежать дефицита на наших станциях. Дизельного топлива у нас где-то на один месяц при внешнем потреблении. Вагоны в пути, которые мы заказали и проплатили. Все приходит по частям и, конечно, с большим образом 2-3 недели. Но перебоев не ожидается? Перебоев у нас не ожидается, да. Ожидаем поставку более дешевого топлива. Начальник консульского департамента МИД Абхазии Илаша Аветсба рассказал о принятом решении Российской Федерации отменить с 15 июля текущего года временное ограничение на пересечение государственной границы России, введенной в марте 2020-го из-за распространения коронавирусной инфекции. В Российской Федерации с 15 июля 2022 года отменяются ограничения на сухопутное пересечение границы, которое было введено ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Речь идет об отмене ограничений, установленных распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года. 14 июня 2022 года уже были введены ряд ослаблений и ограничений в правительство Российской Федерации относительно пересечения государственной границы. Россия ввела ограничения на пересечении границ в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Министерство иностранных дел Республики Абхазия, в свою очередь, впоследствии после уже опубликования и снятия ограничений, о которых говорил выше 15 июля 2022 года, даст более развернутую и подробную информацию. Руководство Государственной миграционной службы отчиталось по итогам работы ведомства в первом полугодии текущего года, сообщает сайт правительства. На встрече с премьер-министром Александром Анкваб начальник службы Ромен Габлая доложил о том, что с 1 января по 30 июня принято 3674 заявления от иностранных граждан для получения виз и 287 заявлений от работодателей. На миграционный учет поставлены 2453 лица. В отношении работодателей осуществлено 17 плановых проверок. Выдано разрешение на работу 2763 гражданам, из них патентов 287. Премьер-министр поручил руководству миграционной службы повысить качество оказываемых мигрантам услуг по принципу одного окна и наращивать достигнутые в первом полугодии результаты работы. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с Евгением Маниным, кандидатом медицинских наук, врачом-эпидемиологом лаборатории эпидемиологии Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора. Во встрече принимал участие главврач республиканской СС Людмила Скорик, которая сообщила, что специалисты Ставропольского противочумного института командированы в Сухум для оказания консультативной и методической помощи в готовности санитарно-эпидемиологической службы Абхазии в проведении профилактических мероприятий на случай выявления больного холерой или другими опасными инфекционными болезнями. В республике определены госпитальные базы для совместной оценки их готовности к выявлению и госпитализации больного подозрительного на заболевание холерой. Эдуард Будба отметил, что профильным службам будет крайне полезен такой опыт и подчеркнул, что Минздрав Абхазии готов к дальнейшему сотрудничеству. Указом президента Аслана Бжания за заслуги перед Отечеством активную общественно-политическую деятельность орденом Акзевша Третьей степени награжден председатель Совета старейшин села Тхина Ачмчирского района Хухут Арсеньевич Шамба. Ректорат и профессорско-преподавательский состав Абхазского государственного университета выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью Сергея Дугужевича Буганба. Крайне сложно писать о Сергее Дугужевиче в прошедшем времени. Он был одинаково благороден и справедлив как в работе, так и в повседневной жизни, проявляя эти качества буквально ко всем. Характерной его особенностью было умение проявлять доброжелательность во взаимоотношениях со своими коллегами. Отношения со студентами всегда были самыми теплыми и искренними. Где бы он ни работал, всегда был душой коллектива и не оставался равнодушным к проблемам друзей и коллег. Отмечается в траурном адресе Госуниверситета. О ветеране прокуратуры Республики, заслуженном юристе Абхазии Сергея Буганба и его преподавательской деятельности в нашем эфире вспоминают его коллеги. Заслуженный юрист Абхазии адвокат Лаврентий Абгаджава и декан юридического факультета Абхазского госуниверситета Сергей Смэр. Смотрите после выпуска новостей в рубрике Амш Ахтес. Информация спасателей. Поиски пропавшего рыбака из села Бзыб Сергея Нубаряна продолжаются. В МЧС сообщили, что удочку мужчины нашли почти в километре от того места, где он обычно рыбачил. Спасатели предполагают, что Нубаряна унесло сильным течением. Мужчина страдал эпилепсией. Обычно он ходил на рыбалку с товарищами, но 1 июля решил отправиться один. По регламенту поиски пропавших ведутся ежедневно в течение 7 дней, затем 1-2 раза в неделю. Астамур Джоупо и его адвокаты Игорь Скнарин и Марина Таня на судебное заседание не явились. Своим решением Сухумский городской суд перенес заседание на следующую неделю. Подробности у Анастасии Никоновой. 30 мая 2022 года Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского суда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении осужденного за изнасилование несовершеннолетней Астамура Джоупо и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 7 июля в Сухумском городском суде должно было состояться судебное заседание под председательством судей Екатерины Тыркба. Однако перед началом судья объявила о том, что осужденный Джоупо, который содержится в ВВС МВД Абхазии, от явки на суд отказался. Административный истец у нас не явился. Так как он содержится в ВВС МВД Иран, суд 1.07.2021 года послал ВВС МВД на имя начальника уведомление о его доставке на судебное заседание. Однако сегодня за подписью начальника ВВС МВД Ирана полковника милиции Шикерва Тимура Анатольевича поступило в суд уведомление на имя судьи Сухумского горсуда Тырква за исходящим номером 120 от 7 июля 2022 года, согласно которого составлен акт отказа от выезда на судебное заседание. Мы ниже подписавшийся оперативный дежурный МВД ИВС РА майор милиции Мхиторян, помощник оперативного дежурного ИВС МВД РА, старший сержант милиции Бойко составили настоящий акт о том, что заключенный Джо Постамур Северянович, 13.07.81 года рождения, житель города Сухум, улица Киарас, 17, квартира 73, содержащийся в ИВС МВД РА, отказался выезжать на судебное заседание 07.07.2022 года в Сухумский горсуд в МСЧ ИВС МВД РА с жалобой на здоровье не обращался, то есть в медицинскую санитарную часть. Свой отказ от выезда ничем не мотивирует. Впрочем, на судебное заседание также не явились и адвокаты Джо Поа Игорь Скнарин и Марина Таня. О причинах неявки суду неизвестно отметила Екатерина Тыргва. Ну что ж, ввиду того, что сам административный истец, а также его адвокаты Скнарин Игорь Викторович и Таня Марина Георгиевна на данное судебное заседание не явились. О причинах своей неявки они суд не уведомили. Суд считает необходимым отложить судебное заседание. Точную дату следующего заседания Катерина Тыргва не назвала, но отметила, что его планируется провести на следующей неделе. Анастасия Ниганова, Иннала Гухава, Абаза ТВ. Закрыта майнинг-ферма в Гагарском районе. Слово пресс-службе МВД. В селе Лахадзе Гагарского района сотрудниками Милиции общественной безопасности и Управления внутренних дел по Гагарскому району совместно с районным отделом службы государственной безопасности Республики Абхазия и Департамента по техническому и энергетическому надзору госстандарта Абхазии обнаружена действующая ферма по добыче криптовалют. Установлен и владелец данного объекта Жива Дмитрий Джамалович. В отношении вышеназванного гражданина по факту незаконного подключения к электросети и использования электрической энергии для осуществления добычи криптовалют в соответствии с частью 2 статьи 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях составлен протокол. Аппараты в количестве 37 единиц изъяты и помещены на ответственное хранение. О Чемчире теперь есть свой герб. 6 июля на внеочередной сессии депутаты собрания Чемчирского района единогласно утвердили официальный герб города Чемчира. Автор герба Баян Делба, соавторы Беслан Бигвава, Дмитрий Кобахи, Тимур Пачулия, графический дизайнер Арина Чкадуа. Армянская община республики передала в дар вторую партию автомобилей марки Нива. Автомобили было решено передать в безвозмездное пользование в Абхазский государственный университет, в администрацию Сухумского района, центральный офис армянской общины, а также в ряд сел республики. В ближайшее время ожидается передача в дар трех школьных автобусов для перевозки учеников в школ. Транспортные средства переданы в дар меценатам, президентам Федерации спортивной борьбы Сочи, другам Абхазии Рубеном Татуляном. В мероприятии принимали участие депутаты Народного собрания, главы и заместители глав районных администраций и общественные деятели. Наука, институт экологии вновь возглавил Роман Дбар. Состоялось очередное заседание президиума Академии наук Абхазии. На нем были утверждены квоты в очной аспирантуре в научных учреждениях Академии наук, Абиги, институте экономики и права и институте экспериментальной патологии и терапии. Всего семь мест. Затем состоялись выборы директора института экологии. В результате тайного голосования директором был избран кандидат биологических наук, почетный доктор Академии Роман Саидович Дбар. Члены президиума приняли решение и по ряду других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук Абхазии. Возвращение Артура Аншба. 6 июля в абхазской фольклористике произошло знаковое событие. Огромная работа по изданию пятитомного собрания трудов видного кавказоведа, фольклориста, этнографа Артура Артемовича Аншба увенчалась выходом в свет двух первых томов. Книги вышли в серии ведущие абхазоведы. В первом томе поэтика абхазского нардского эпоса представлено исследование ученого по этому направлению. Во втором – абхазский фольклор и действительность – одноименное монографическое исследование. В приложении к обоим томам дан подробный именной указатель, а во втором еще и библиография трудов Аншба. Абхазия участвует в международном молодежном фестивале Манджирок. Он проходит в Горно-Алтайске с 5 по 10 июля. В составе абхазской делегации экскурсовод Руслана Гергедава, председатель Сухумского городского собрания Ираклий-Харчелава и главный специалист управления по делам молодежи и спорту администрации столицы Тенгиз-Шанава. Планируется встреча абхазских участников с мэром Горно-Алтайска. Фестиваль организован Россотрудничеством. Его цель – объединить молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии. Новости Абхазского госуниверситета. В Агу продолжается прием документов от абитуриентов ежедневно с 10 до 16.00. Прием документов будет осуществляться до 12 июля. Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии Агу по адресу Сухум, улица Университетская, 1, корпус В, кабинет номер 7, телефон 223-10-22 или на официальном сайте университета. Началась летняя практика студентов первого курса исторического факультета Агу. Она проходит на территории Сухумской крепости. Руководитель практики, декан исторического факультета, кандидат исторических наук Алик Габелия. Абхазского госуниверситета. Мы находимся на Сухумской крепости. Здесь проходит археологическая практика. Проходит археологическую практику студентов Исторического факультета первого курса. Это ежегодная практика, предусмотренная учебным планом. Сухумская крепость является базой археологической практики. И мы, то есть это является хорошим подспорьем для того, чтобы студенты получили практические навыки. Крепость это известное давно. Известное давно, он многослойный, изучается с 20-х годов. Его тайны еще не раскрыты до конца. Хотел бы отметить, что в связи с юбилеем года, вы знаете о том, что в этом году исполнилось 275 лет рождения Килышпе, абхазского владителя. А мы знаем о том, что он был похоронен здесь. Могила его была разрушена в 30-е годы. И сейчас мы не знаем, где находятся его останки, остатки его могильного сооружения. Ну, в этом году мы заложили раскоп. Есть такой термин в археологии. Именно раскоп, именно там, где, предположительно, можно найти останки, остатки от могильного сооружения. Работаем мы четвертый день, но уже есть, вы, наверное, здесь видели, очень интересные находки, связанные с историей города Сухома. Взаимоотношения с Российской империей, с Турецкой Османской империей и вообще жизни месту населения абхазов. Собственно говоря, мы находимся на раскопках одного из интереснейших памятников нашей страны, где можно проследить историю примерно более чем 2600 лет, с того момента, как образовался этот город. Здесь студенты в этот уже третий день проходят практику. Вот и мне тоже, я тоже вместе с ними нахожусь на этом памятнике. Какие-то интересные первые, значит, моменты, какие-то строения найдены, пока не проведут до конца еще несколько дней раскопки. Если трудно что-то говорить, возможно, там какой-то башнеобразный выступ, может быть, это какая-то печь обжигательная. Сейчас, в данный момент, это трудно сказать, потому что только-только четвертый день, как идут раскопки. Помимо всего прочего, здесь эти раскопки, где-то именно география этих раскопок связана с поисками могилы Килишбея. Вот. И дай Бог, чтобы мы, наши студенты этого выпуска, нашли эту могилу. Здесь воспитываются, куются кадры. Вот я сейчас спросил студентов, им интересно, они с удовольствием здесь строятся в земле. Ну, пожелаем им успехов и интересных находок. 7 июля в Абхазском государственном университете состоялась встреча с сотрудниками Института демографических исследований Ирана во главе с директором Сергеем Рязанцевым. Были обсуждены вопросы демографии и миграции, как в Абхазии, так и в России, в частности, в республиках Кавказа, такие как отток молодежи за границу. У нас эта проблема видна еще сильнее, наверное, чем в России, в силу того, что у нас небольшое общество, отметила заместитель первого проректора, кандидат экономических наук Инга Ардзенба. Представители института отметили, что подобная проблема существует в России. Участники мероприятия обсудили возможности сотрудничества между двумя учреждениями. Преподаватель педагогического факультета АГУ Илана Кортова принимает участие в летнем педагогическом форуме «Сообщество образовательных организаций и инноваций» в Москве. Организаторами выступают Институт образования Национального исследовательского университета Высшая школа экономики совместно с Рыбаков фондом и Школой педагогики Дальневосточного федерального университета. Основной целью является формирование связей между участниками мероприятия, расширение географии сообщества и обсуждение инновационных подходов в образовании. Преподаватели и студенты АГУ примут участие в Международной летней школе Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета «Дорога номер один», реализуемой в рамках программы «Россотрудничество. Новое поколение». В летней школе также примут участие делегаты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. Всего около 50 человек. В Абхазском государственном драматическом театре накануне прошел второй день Международного оперного фестиваля «Опера Вива». Зрителям представили уже полюбившийся фортепианный дуэт «Пиано-дуо» в составе заслуженной артистки республики Ненель Бжания и Гулизы Абитсба в сопровождении Государственного камерного оркестра. Торжественное закрытие фестиваля состоится 7 июля в Пицунском храме. А в нашем эфире в субботу и воскресенье смотрите концерты фестиваля «Опера Вива». Репортаж Фаины Матуас Международного оперного фестиваля вы также увидите в рубрике «Амш Ахтес». Сейчас о погоде в Абхазии. В пятницу, 8 июля в республике ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 23 до 28 градусов, температура морской воды 24 градуса. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова